Юрий, приветствую. Здравствуйте. Ну вот, действительно, идет вот эта вот дискуссия. Зеленский напоминает про то, что никакой эскалации не происходит. А Байден недоумевает, а нужно или не нужно бить по Москве. Юрий, нужно или не нужно бить по Москве с военной точки зрения? С военной точки зрения это достаточно бессмысленное занятие. Потому что, ну, хорошо ударят, разрушат, там, скажем, здание генерального штаба. От этого военный потенциал России не изменится. А вот с политической точки зрения, да, это, конечно, очень серьезная вещь. Ну, это действительно политическое изменение. Если по Москве начнут, на Москву начнут падать серьезные ракеты западного производства. Срок говоря, никто не запрещает Украине беспилотниками бить по Москве. Но она почему-то этого не делает. А вот почему, вы понимаете? Да, я понимаю, что это, ну, видимо, какие-то есть политические ограничения, судя по всему. Значит, советуют западные союзники, советуют этого не делать. Ну, советуют в кавычках или без кавычек, в общем, как угодно. Видите, к сожалению, Украина не полностью, как бы это сказать, свободна в выборе своих военных ответов на российскую агрессию. Она вынуждена считаться с позицией западных государств. Позиция западных государств, она, западных союзников, она достаточно такая, я бы сказал, извилистая. У меня не совсем понятное видео, но у каждой западной страны свои резоны. У странных штатов, вы знаете, я бы сейчас вообще, наверное, исключил бы их из этого уравнения стратегического, потому что администрация Байдена, на мой взгляд, сейчас занята исключительно вопросами внутренней политики. Понятно, какими, тут, наверное, об этом много уже говорилось, и ей просто не до Украины. Нужно решать другие вопросы. Позиция Европы, в свою очередь, тоже очень сильно завязана на вот эту вот вспышку неопределенности, которая происходит в Соединенных Штатах, и европейские лидеры пытаются понять, а что же им, собственно, делать в условиях, если придет к власти Байден плюс, прошу прощения, Трамп плюс Джей Денинс, или останется Байден, или демократы выдвинут какую-то новую пару президентов, кандидатов, теоретически могут обогнать Трампа. Все это, видите, это вопросы, на которые ни у кого нет ответа, и социологические службы, в общем, тоже не дают никаких реальных ответов на эти вопросы. Ну, а в этих условиях средства массовой информации, которые, ну, как это говорят сейчас, хайпуют, да, малейшие детали становятся предметом очень интенсивного разговора, и это все затрудняет, затрудняет такой более или менее холодный рациональный анализ. В общем, сейчас, к сожалению, вот картина, общая картина мировой политики такая, что ни Соединенным Штатам, ни европейцам, в общем, не до Украины. Вот к ней, к Украине вернуться после того, как обозначится победитель на выборах в Соединенных Штатах, когда будет ясно, какую политику он... Ну, и тогда европейцы тоже сформулируют свою позицию. Ну, а пока можно только судить по разного рода вбросам и утечкам, и аналитическим статьям тех людей, которые действительно что-то знают и могут каким-то образом отражать настроения, доминирующие в правящих политических кругах. Юрий, хотел бы затронуть еще одну тему. Вы даже сейчас в своем разговоре упомянули про журналистов, которые иногда любят хайповать. И вот на этой неделе журнал «The Economist» вышел с тезисом, который изначально, честно говоря, воспринимался именно как такой немножко хайп. Он написал, что в России исчерпало свои запасы оружия советских времен. Ну, и дальше идет перечисление в статье, что Россия с начала полномасштабного вторжения лишилась около 17 тысяч единиц военной техники, из которых более трех тысяч танков, около полутора тысяч БТР, более четырех тысяч БМП. Ну, и это только документированные потери, потому что реальные могут быть еще больше. В то же самое время, в этом году Россия должна произвести примерно полторы тысячи танков и три тысячи других бронемашин. Но при этом 85% из этого произведенного металлолома – это скорее восстановленная и переделанная техника из совсем старых запасов. И поэтому авторы статьи говорят, что вот при таких вот нынешних темпах боевых потерь через год российской армии просто в принципе будет нечем воевать. Что вы думаете на эту тему? Я думаю, что по цифрам можно, конечно, там спорить или какие-то другие называть, но общая тенденция подчеркнута и определена совершенно точно. Значит, суть в том, что в конце 80-х годов прошлого века, я не знаю, в какой мере аудитория наша с этим знакома или нет, когда готовился договор по обычным вооруженным силам в Европе, тогдашнее советское руководство с санкцией Горбачева, как я понимаю, а может быть даже по его идее, перебросило на восток из зоны действия договора, вот о котором я говорил, по обычным вооруженным силам в Европе, то есть за пределы Европы, перебросило огромное количество всякого рода вооружений, танки, артиллерия, разного рода бронетехника и так далее и тому подобное. Все это хранилось, хранилось, значит, вот больше 30 лет, и когда началась война, то танковые заводы, всякого рода бронетанковые производства, они в значительной мере просто забирали со складов эту технику, восстанавливали, ремонтировали и так далее. Вот если посмотреть на цифры, которые известны, цифры, которые дает, ну, например, Международный институт стратегических исследований в Лондоне, WIWS, это один из лучших аналитических центров Запада, значит, получается такая картина, что запасы, которые были на востоке России, сократились, ну, по танкам примерно в три раза, по другим видам бронетехники чуть меньше, по артиллерии тоже чуть меньше, но тем не менее, в общем, если снятие вот со складов, со складского хранения будет проходить теми же темпами, что и в первые вот два с половиной года войны, ну, тогда еще на один год, наверное, хватит вот того, что находится там, на востоке. Кроме того, надо иметь в виду, что снималось, в первую очередь снимались с хранения те машины, которые были более или менее работоспособны, ну, а те, которые оставались, они, соответственно, ну, сильно повреждены, ну, не то чтобы повреждены, понимаете, но вышли из строя. Значит, вот такая картина тут. Новое производство, то есть производство новой техники, там, скажем, танков Т-90, минимальное, ну, скажем, там, 100, может быть, 150 машин в год, а требуется, ну, как минимум, 2000 танков в год, для того, чтобы поддерживать, ну, на более-менее постоянном уровне количество этих вооружений. То же самое и... А вот значение Белоусовой, явный совершенно упор, который делается именно на милитаризацию экономики и на рост военного производства, потому что по ряду позиций-то, там, низкотехнологичных, с нарядом, там, и так далее, производство в России достаточно серьезно выросло. Насколько, вот, может произойти перелом и по более серьезным позициям? Во-первых, давайте уточним, значит, у меня такое ощущение, я просто смотрю на графики, которые рисуют другие люди, которые гораздо умнее меня и гораздо лучше разбираются в этих учебах. Так вот, такое ощущение, что в прошлом году, ну, может быть, в начале этого года военное производство в России вышло на определенное плато. То есть вот сколько производят, столько и будут производить, ну, там, плюс-минус, такой-то, там, 5-10%, не знаю, примерно так. Просто потому, что производственные мощности и промышленности задействованы почти в России почти на 85%. Это официальная цифра, она дается Центральным банкам. Значит, для того, чтобы увеличить производство военной техники, требуется очень серьезная перестройка внутри промышленности. То есть, грубо говоря, нужно закрывать гражданское производство и на его месте, значит, производить, ну, вместо швейных машинок, производить пулеметы. Грубо говоря, в какой мере это возможно, это вопрос для инженеров уже, которые хорошо знают техническую сторону дела. Теперь Белоусов. Видите, вот, это распространенная очень точка зрения, что Белоусова назначили на то, чтобы милитаризовать экономику. Но, вот, если посмотреть на механизм принятия решений, в России, как, ну, в России, в Советском Союзе, не сильно отличается, министр обороны не может давать указания промышленности. Вот давать указания промышленности, вот вы будете теперь производить вот это, а не вот это, вот этот завод будет закрыт, вместо него будет открыто два новых, это нет. Он формирует заказ, а указания промышленности, ну, в определенной степени, конечно, в условиях капиталистической экономики, будет давать Мантуров, которые за этот блок отвечают правительству. Тогда и нужно говорить о том, что это Мантуров должен, или Мишустин, ну, как минимум Мантуров, да, который может давать распоряжение обязательное для выполнения, а Белоусов, ну, да, он может рационализировать процесс формирования оборонзаказа, это верно, но он может давать предложение Мантурову, Мишустину, президенту, кому угодно, но он не может отдавать приказы. А Мантуров тот же может отвечать тому же Белоусову, да, очень хорошо, Сергей, как он там, Андрей Ремович, да? Андрей Ремович, Ремович, это очень хорошо, мы понимаем, но вот у нас есть определенные ограничения по производственным мощностям, по площадям, по оборудованию и так далее. Мы понимаем ваши потребности, они понятны, но поймите наши возможности. Так что как раз я не очень понимаю вот логику вот такого рода утверждений, ведь начинать-то нужно не, если милитаризовать экономику, то начинать нужно с премьер-министра, как минимум. А Белоусову назначили не премьер-министром, а назначили министром Бэру. Ну, вы здесь совершенно правы, но поскольку Белоусов человек к Путину достаточно близкий, в данном случае вопрос не только в формальном отдаче приказов, да, то еще, ну и возможность коммуникации этого через первое лицо, которое уж отдаст любой приказ, кому надо, если кто-то это сам не понимает по-хорошему. И вот здесь вот все возможности у Белоусова есть. В любом случае это назначение, в сочетании с усилением Мантурова в новом правительстве, там, повышение его до первого вице-премьера, это явное указание на то, что приоритетом является военное производство. И это военное производство, но объективно на данный момент в России существенно опережает военное производство на Западе. И для Украины это является серьезной проблемой. Другое дело, что вот то, что справедливо говорит экономист, что темп выбытия военной техники еще быстрее, чем темп производства. Но вот здесь как раз и есть вопрос о том, сможет ли российское руководство решить этот вопрос или нет, как это в итоге отразится на войне. Является ли вообще этот фактор, фактор возможной нехватки боевой техники, тем, что может повлиять на позицию Путина с точки зрения мирных переговоров, перемирия, или чего-либо еще? Да, конечно. Причем речь может идти не только о производстве военной техники и вооружения, но если склады на Востоке будут пустеть, а промышленность не будет в состоянии производить новые вооружения в необходимом количестве. А, видимо, так оно и будет. Тут можно спорить о цифрах, я понимаю, но тенденция, она, в общем, понятна. Но помимо этого есть еще выбытие офицерского состава. Значит, офицеры же гибнут примерно в такой же пропорции, как и другие военнослужащие в боевых частях, я имею в виду, не в тыловых, там другие тенденции, а вот в боевых частях офицеры гибнут так же, как и рядовые. Значит, их нужно откуда-то кем-то заменять, но происходит деградация офицерского корпуса в том смысле, что те, кто приходят им на смену, а это могут быть сержанты, которые 3-4 месяца обучались чему-то, или выпускники военных училищ, которые, в общем, пороха и не нюхали. Ну вот эта деградация тоже снижает эффективность, снижает боеспособность армии. Тут уж ничего не скажешь. Вот два этих фактора, они, наверное, к началу будущего года могут действительно в совокупности, кумулятивно заставить Путина пойти на некие компромиссы. Ну что ж, будем держать за это кулаки. Если это действительно так, то это точно хорошая новость этой недели. Юрий Федоров был с нами в эфире, военный эксперт, и говорили про нехватку или, наоборот, избыток вооружений в российской армии. Субтитры подогнал «Симон»!